Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Видео, где я рассказываю о том, как черенковать то или иное растение, вызывает достаточно много вопросов в комментариях. Поэтому решил снять такое общее видео, чтобы большинство этих вопросов снять. Начну немножко издалека. Если вы решили размножать растения, покупать саженцы, прямо скажу, это не наш метод, ведь большинство растений можно самостоятельно размножать. Так вот, если вы решили размножать растения, имейте ввиду, существует несколько способов их размножения. Первый способ с помощью посева семян. Имейте ввиду, что большинство растений, я имею ввиду декоративные кустарники, ягодные кустарники, плодовые деревья, декоративные деревья, как правило, свойства материнского растения не передается. Если вы, скажем, посеяли семена яблони сорта Golden Delishes, то вырастет у вас обычная дичка, а совсем не Golden Delishes. Если, скажем, если вы посеете семена какого-то кустарника с декоративной, пестрой, вариегатной, как это называется, листвой, то вырастет у вас кустарник с обычной листвой, зеленого цвета, а совсем не вариегатной. Как правило, свойства материнского растения не передаются. Хотя у семенного способа размножения есть свои плюсы, но этот метод пока мы не трогаем, мы его отодвигаем когда-нибудь, может быть, я про него вам тоже что-то расскажу. Есть способ размножения с помощью прививки. Можно взять какую-нибудь дичку, сенец, который вырос, и на него привить какой-то культурный сорт, который вам нужен, который вам нравится. Хороший способ, отличный способ. Но мы его тоже сегодня рассматривать не будем. Во-первых, потому что для того, чтобы размножать с помощью прививки, нужно иметь все-таки кое-какие навыки. То есть садовник должен быть все-таки с опытом. Хотя вот способ летней окулировки, про который есть видео по ссылочке, если интересно, посмотрите. Это самый простой способ и получается даже у начинающих садоводов. Но, повторюсь, сегодня мы этот способ просматривать не будем. Есть еще один способ, так называемое вегетативное размножение. Опять же, вариантов вегетативного размножения существует множество. Можно прикапывать отводки, то есть не обрезая его от дерева, прикапывать землю при таком рыхлом субстрате почвенном, при увлажнении постоянном, эти отводки дают корешки. Не все растения, но тем не менее большинство. Можно делать воздушные отводки, так называемые. Вот опять же, есть ссылочка, посмотрите видео. Когда черенок не отрезается, остается на дереве, мы землю подносим как бы к этому черенку. Тоже хороший вариант. Но сегодня мы рассмотрим именно вариант черенкования, когда черенок, веточка полностью отрезается от дерева. И давайте начнем с того, как, собственно говоря, заготавливаются вот эти самые черенки. Итак, вы гуляете где-то в парке и увидели какое-то растение. Может быть, вы даже название не знаете, оно вам очень понравилось. Вы хотите иметь у себя такое же. Ну, берете секатор. У меня, например, всегда с собой перочинный ножик. И отрезаете веточку. Ну, я покажу вот на примере это хризантема. У меня костик растет, хочу его размножить, чтобы еще один был большой такой красивый. Отрезаете эту веточку. После этого берете тряпочку. Обязательно влажную, не мокрую, отожмите ее как следует. Влажную. Откуда у вас может быть влажная тряпка? Это может быть носовой платок, смоченный, скажем, в фонтане или в каком-то... Ну, минеральная вода, в конце концов, подойдет. И вот этот череночек, завернутый в тряпку, оборачиваете в целлофановый пакет. Вот в таком виде вы его транспортируете к себе домой. У меня были такие варианты, когда по нескольку дней приходилось. Ну, был я в поездке, в общем-то, негде было все это хранить. Я нашел способ. У меня была бутылочка минеральной воды, пол-литровая, срезанный черенок вейгелы. Я просто запихал вот в эту бутылочку с минеральной водичкой, оставил воды там немножко на донышке. Закрутил герметично пробкой. И вот в таком вертикальном положении, чтобы вода была именно внизу, где, так сказать, отрезанная часть черенка, в таком виде черенок у меня три или четыре дня путешествовал вместе со мной. Потом прекрасно укоренился. Вообще могу сказать, что большинство растений, не все, но большинство растений у меня на участке, маленькие, молоденькие, полученные именно путем черенкования. Так что способ работает хорошо. Итак, черенки вы заготовили и вот в таком виде принесли их домой. Теперь вам нужно сделать, собственно, это еще не черенок, это заготовка, так сказать. Вот черенок сделать, в принципе, не сложно для того, чтобы он хорошо укоренился. Что нам нужно? Обратите внимание, у черенка еще совсем нет никаких корней. То есть, в принципе, влагу он фактически не впитывает, а при этом листьев достаточно много, которые испаряют эту влагу. И вот для того, чтобы уменьшить испарение, нам нужно черенки удалить, простите, листья удалить. Естественно, удаляем листья нижней части, которая будет у нас находиться в земле. Удаляем частично листья с верхней части. Вот эти листочки, которые остались, мы их можем наполовину укоротить, то есть обрезать. Можно и того больше укоротить. Оставить только небольшие зачаточки. Почему нельзя все листья удалять? Потому что растение в процессе жизнедеятельности занимается фотосинтезом. С помощью листьев оно поглощает солнечный свет. За счет этого и живет, и вырабатывает там нужные ему вещества. Поэтому листья все равно нужны, но не в таком количестве. Оставляем лишь их малую часть. Вот черенок у нас готов, черенок хризантемы. Вот черенки декоративных растений у меня готовые. Одна-две почки внизу, которые будут находиться под землей. В принципе, одной хватает, но можете две сделать. И одна наверху вот с кусочком листочка. После этого у вас есть вариант либо сразу укоренять. Есть такие растения легко укореняющиеся, которые укореняются даже в воде. Фикус, например. Вот поставьте его в водичку. Желательно, конечно, чтобы вот эта часть была закрыта от солнечного света. То есть, стаканчик можете поставить в какую-то металлическую, пластиковую емкость, чтобы солнечный свет напрямую не попадал. Или просто бумагой обернуть в конце концов. Розмарин. Ива классический пример. Тамарикс. Вот мы сажали недавно. Вот как раз размножен именно таким способом. Поставил воду и забыл. Через месяц там образовались корни. Но не все растения в воде образуют корни. Некоторым нужен рыхлый субстрат. Некоторым растениям для укоренения нужны стимуляторы корнеобразования. Потому что у них образование корней затруднено. Ну, про стимуляторы корнеобразования, опять же, есть видео. Я у себя, как правило, использую либо корневин, химический препарат, либо натуральные препараты мед или сок алоэ. Вот сейчас алоэ обзавелся. Буду активно использовать именно алоэ. Если кому-то интересно, посмотрите видео про стимуляторы корнеобразования. Разные стимуляторы требуют разного времени выдержки. Скажем, корневин там 4-6 часов. Если сок алоэ или мед, то там сутки надо выдерживать для того, чтобы стимулировать образование корни. Итак, все вот эти подготовительные операции вы сделали. Теперь самое главное. В чем и где укоренять ваши черенки? Для этого желательно сделать так называемый череночник. Особенно, если вы собираетесь делать это постоянно. Правда, слово череночник, это, по-моему, я сам придумал. Не знаю, не встречал его никогда. Но, в общем, то место, где мы укореняем черенки. Так вот, повторюсь, если вы собираетесь много и постоянно это делать, желательно сделать это все стационарно каким-то образом. Когда вы будете делать череночник так называемый, имейте в виду, что черенкам для укоренения совершенно не нужна питательность какая-то грунта. Они пускают корешки свои только за счет внутренних резервов. Вот за счет резервов самого вот этого черенка. Поэтому для укоренения самое главное, это рыхлость. Вот этот почвенный субстрат, в котором вы укореняете, он должен быть рыхлый. По большому счету подойдет даже обычный песок. Естественно, речной промытый, чтобы он не сбивался в такие комки, которые как камень становятся. Это вот карьерный песок таким свойством обладает. Речной промытый чистый песок, который рассыпается. Корни там будут очень просто и легко распространяться. Питательность уже нужна будет потом, когда вы будете свой черенок укорененный уже пересаживать куда-то в школку, например. Я у себя пошел по другому пути. Я свои черенки, когда укореняю, я их не пересаживаю потом ни в какую школку. Они у меня растут прямо непосредственно в этом череночнике. Как я вышел из положения? Да очень просто. Еще осенью, когда опадало огромное количество листы с моих деревьев, плодовых, в том числе декоративных, с липы, с абрикоса, я выкопал такое достаточно, ну не глубокое, в общем, но широкое углубление в земле, засыпал туда большое количество листы и присыпал землей. И вот в течение зимы эта листва там перепревала. С одной стороны, почва там стала очень рыхлой, то есть для укоренения очень хорошей, но и плюс еще и питательной. Да, в листьях как бы не очень много питательных веществ, но тем не менее, вот эта вот почва все-таки имеет какую-то питательность. Почему? Потому что я свои черенки не пересаживаю потом в школку. Мне нужно, чтобы питательность была все-таки сразу, когда корешки образовались, чтобы растение уже сразу получало питательные вещества, чтобы оно там росло, потому что здесь, в этой школке, ему предстоит зимовать. Ну, давайте, собственно говоря, к моему череночнику вот этому подойдем и посмотрим на конкретном примере. Ну вот, это место, где я черенкую свои растения. Значит, очень важен выбор этого места. Дело в том, что место это должно быть защищено от прямых солнечных лучей. Ну, это не значит, что совсем сюда солнце не должно попадать. Слишком глубокая тень тоже плохо. Да, черенки там укоренятся, но развиваться будут слабо. Вот желательно найти какой-то компромисс, чтобы и свет был... В общем, рассеянная тень, самый лучший вариант. Поэтому делается это обычно, как правило, подкроной каких-то деревьев, которые дают такую рассеянную тень. Ну, скажем, яблоня вот у меня растет, там немножко дальше груша. Да, солнышко попадает, вот сейчас здесь будет немножко солнца, ну, буквально час-два, а потом опять станет такой рассеянный тенек. Повторюсь, здесь очень рыхлый субстрат за счет того, что с осени была закопана листва, перекопана, перепрела, рыхлая и при этом немножко такая плодородная. Опять же, помним о том, что эстетика для нас сыграет важную роль, поэтому не делайте это на каких-то видных местах. Вот у вас деревья растут где-то, ну, на видных местах, да, вы под ним это устроите, вот эти вот бутылочки, вот торчать не очень, наверное, красиво. Поэтому место должно быть укромное. И место, опять же, должно быть защищенное от холодных ветров, от зимних ветров. Потому что, ну, в моем случае, здесь же они и зимуют. Часто задают вопрос, а как они должны зимовать, вот эти вот укоренившиеся молоденькие растения? Ну, у вас есть, в принципе, такой вариант. Вы можете их осенью, когда они уже укоренились, достать и посадить на постоянное место. Естественно, имейте в виду, что укорененный вот такой череночек, сам по себе маленький, корешки у него очень маленькие. Поэтому вероятность вымерзнуть зимой у него очень высокая. Вам придется его хорошо и как следует утеплять. Ну, представляете, сколько здесь черенков? Ну, наверное, штук там 40 укореняется. Потом мне ходить по всему участку эти 40 черенков утеплять, как-то это не очень мне нравится. Поэтому я оставляю их зимовать здесь. Мне гораздо проще создать им хорошие условия для зимовки, вот в этом череночнике. Я сюда снесу опять же опавшую листву или опавшую хвою какую-то, как следует утеплю. Большинство из них листопадные, то есть им свет не нужен, можно будет вообще полностью закрыть. Не считая самшита. Поэтому такой способ мне больше нравится. А уже весной я их вытащу и посажу на то место, которое им, собственно говоря, и предназначено. Ну, давайте вот на конкретном примере. Вот мы приготовили наши черенки. Все очень просто. Можете палочку использовать, но, повторюсь, здесь рыхлый грунт, поэтому просто втыкаю, оставляю на поверхности только лишь вот эти верхние остатки листьев. Можно под углом втыкать, как некоторые советуют, можно прямо. Причем втыкаю я их достаточно близко друг к другу. Ранее весной, когда я их буду отсюда доставать, я корешки разделю, они потом прекрасно приживутся. Я даже вам скажу больше. Если растение хорошо укореняется черенками, значит, скорее всего, оно неприхотливое. И даже какое-то повреждение корней ему не опасно. Ну, и потом, как вы поняли, берем обрезанную бутылку пластиковую и укрываем ее. Для чего? Для того, чтобы компенсировать вот то испарение влаги листьями. В закрытом таком герметичном пространстве при регулярном увлажнении почвы там фактически будет стопроцентная влажность. И вот это испарение из листьев будет компенсироваться вот этой стопроцентной влажностью и фактически черенок не будет терять влагу, что очень важно при укоренении. Можете вот донышко использовать, хотя лучше, конечно, верхнюю часть, потому что периодически можно проветривать, подпускать сюда свежий воздух. Все-таки растение живое, оно дышит как бы. Буквально секунд на 20-30 открыли, подержали, потом закрыли. Очень важен полив череночника правильный. Ни в коем случае не поливайте из шланга или там струей какой-то. Приобретите какую-то насадку, которая будет давать распыление, дождевание такое своеобразное. Нам здесь слишком много воды не нужно. Почва должна быть не мокрая, не грязь, как я всегда говорю, а именно влажная слегка. Каждый день, каждый день вечером я здесь провожу поливчик такой легкий, для того, чтобы исключительно увлажнить вот этот верхний слой. Ну, а так как почва рыхлая, то эта влажность сохраняется постоянно на достаточно, ну, на нужной нам глубине, потому что черенки-то, ну, на сантиметрах там 5 максимум заглублены. Вот. Ну, давайте посмотрим теперь, что у меня здесь растет непосредственно на этом участке. Ну, вот, уже стоят без колпачков, потому что укоренились и хорошо достаточно развивается жимолость. На заднем плане справа это самшитик, слева шляпная гортензия, будлея, на заднем плане там это шелковица, про которую я вам недавно рассказывал в видео, барбарис тунберга, керия японская, ну, а под колпаками здесь стоят кизильники, стоит новая шелковица, стоят какие-то другие декоративные культуры, я сейчас уже, честно говоря, не вспомню, надо напрягаться. Пытаюсь второй раз укоренять декоративные яблони с красными листьями, вот пока как-то не очень получается, ну, вот еще одна попытка, может быть, все-таки что-то будет. Не все, не все, к сожалению, растения одинаково успешно укореняются. Есть еще одна интересная и важная деталь. Некоторые растения, вот как вы их воткнули сюда с зелеными листочками, накрыли колпаком, так они с этими зелеными листочками продолжают и потом начинают развиваться. Некоторые, у некоторых листва жухнет, вот не думайте, что растение полностью погибло и засохло, да, может это, конечно, и так, но тем не менее. У многих листва жухнет, а уже потом, со временем, из пазушек вот этих бывших листочков начинают развиваться новые почки. Поэтому не торопитесь. Если видите, что листва пожухло, растение вроде бы как погибло, подождите, потерпите немножко, вполне возможно, что оно проходит эту фазу и скоро начнут развиваться новые листочки. Очень важный момент. Видите, вот у меня везде такие своеобразные маркеры. Это пластиковая ложка, на которой написано название той культуры, которая укореняется. Для чего это делается? Ну, не надейтесь на свою память. Когда укореняете много, всегда возникнет какой-то вопрос, а что это у меня тут укореняется? Особенно это важно весной. Когда я буду высаживать весной отсюда эти растения, высаживать их надо, когда листвы на них не будет. По листве легко определить. Вот калина, вот керия японская, вот барбарис. Весной будут торчать какие-то палочки, и непонятно, что есть что. А как можно высаживать растения на постоянное место, если вы не знаете, что вы высаживаете. Так я четко знаю, керия японская. Высаживать их нужно в полутень, и для этого у меня уже место для нее готово. Поэтому такие важные нюансы и моменты правильного укоренения черенков лиственных растений. Еще пару интересных моментов. Когда нужно укоренять лиственное растение? В какой период? Ну, честно скажу, этот период для меня длится фактически весь период вегетации. Начинаю я в мае, вот вегела, например, на майские праздники. То есть 1-2 мая я отрезал черенок, он прекрасно укоренился. Ну и заканчивая, наверное, уже где-то концом августа, может быть, даже началом сентября, посмотрю, если что-то найду, где-то вот так вот. Я пробую. Вот второй момент, про который я хотел вам еще рассказать в конце. не бойтесь неудач. Неудачи всех есть, поэтому черенкуйте всегда с запасом. Получится, не получится, это дело такое, это даже где-то дело случая. Но если вы воткнете 10 черенков, есть очень большая вероятность, что хотя бы один из них приживется и будет радовать вас растениям. Мы же, в конце концов, не делаем это в каких-то промышленных масштабах, мы делаем это даже не на продажу, а больше для себя. Ну да, если кому-то подарим лишний черенок укорененный, хорошо, или даже продадим, хорошо. Но, тем не менее, нам не нужны какие-то там огромные количества этих самых укорененных черенков и стопроцентный выход. Поэтому делайте. И я повторюсь, не бойтесь неудач. Неудачи могут быть везде, в любом деле, точно так же и здесь, но по мере того, как вы будете этим заниматься, будете заниматься постоянно, из года в год, ну, как говорится, вы набьете руку, и у вас все будет хорошо получаться. Еще один важный момент. Не все растения, к сожалению для меня, не все лиственные растения укореняются с помощью черенков. Поэтому обязательно изучайте, если вы заблаговременно собираетесь это делать, изучайте то растение, которое вы выбрали, можно ли таким образом размножать. Ну, скажем, классический пример береза, вот не размножается она черенками, поэтому для нее подходят другие способы размножения. Вот, собственно, я вам рассказал про нюансы черенкования лиственных растений. Хвойных некоторые особенности есть, и довольно существенные, но про хвойные, наверное, расскажу уже ближе к зиме, когда, собственно, и начнется процесс черенкования хвойных растений. Ну, а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог на фейсбуке «Сад Ежедневный Уход». И желаю вам удачи в этом интереснейшем занятии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!